Ну а в нашей студии появилась Наталья Бибикова. Доброй ранец, Наталья. Доброй ранец. Здравствуйте, Глеб, Наденька. Доброе утро, дорогие телезрители. Все вечное, мимолетное, ясное, неуловимое, все трагичное и радостно восторженное, все то, что касается души человека, преобразует ее, возносит над обыденностью эта музыка. И сегодня у нас афиша музыкальная и подарок для первого дозвонившегося телезрителя тоже. Кто-то из вас имеет возможность попасть на невероятный концерт. По многочисленным просьбам зрителей, концертная программа, посвященная 80-летию культовой персоны 20 века Владимиру Высоцкому в исполнении заслуженного коллектива Республики Беларусь, президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарыкина «Я, конечно, вернусь» возвращается. Сегодня, 18 октября, на большой сцене Дворца Республики и любимые песни Великого Барда прозвучат для вас в симфонической обработке. И чтобы попасть на этот праздник музыки, нужно ответить на очень простой вопрос. Мы все знаем творчество Высоцкого, его песни, его роли в кино. А вот в каком театре служил Владимир Семенович? Звоните, отвечайте, планируйте сегодняшний культурный вечер. А я расскажу о ваших возможных культурных планах на будущее. Восходящая звезда оперной сцены Маргарита Левчук впервые выступится с сольным концертом в Минске в Большом зале Белгосфилармонии на сцене драм-театра в родном Бресте и в Барановичском университете. Маргарита Левчук – блистательная белорусская оперная певица, солистка музыкального дома «Классика» и Большого театра Беларуси, ставшая финалисткой телевизионного шоу «Большая опера». Концертная программа подготовлена совместно с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. За дирижерским пультом один из самых импозантных современных белорусских дирижеров – Андрей Голанов. В концерте также выступит специальный гость – тенор Юрий Городецкий. В Минске и Бресте, тем более в Барановичах, концерт Маргариты Левчук – большая редкость, вместе с тем большая радость. Так что не упустите возможность насладиться красотой голоса и мощной, завораживающей энергетикой, яркой, неподражаемой артистке. Озвучу даты 26 октября – Брестский драматический театр, 29 Белгосфилармония и 15 ноября – Барановический государственный университет. Следующий анонс к музыке отношения не имеет, но для многих слова этого человека подобны прекрасной симфонии. 27 октября в 19.00 в концертном зале Минск популярный психолог Михаил Лобковский осчастливит несколько сотен или тысяч человек решением одного из главных вопросов современного общества. Что важнее – карьера или семья? Две из трех распадающихся семей расходятся, потому что мужчины и женщины не могут найти этот баланс. И сделать это на самом деле очень сложно. Но Михаил Лобковский уверен, что это по силу каждому, надо лишь очень захотеть. Знаменитый психолог ответит на максимально возможное число вопросов из зала. При этом мероприятие пройдет в новом формате. Спросить совета можно будет в том числе и через Вайбер. Напомню, что встреча пройдет 27 октября. И последняя страничка афиши на сегодня. Большое путешествие всегда начинается с первого шага. Любовь к музыке берет исток в детстве. Сегодня в 16.30 в концертном зале Верхний город в рамках международного фестиваля Юрия Башмета состоится уникальный бэби-концерт «Музыка твоего сердца». Он предназначен для мамы малышей с самого рождения, а также для беременных женщин. Известно ведь, что начиная с 32 недели ребенок в утробе матери способен запоминать музыку и узнавать ее после появления на свет. С каждым годом все громче звучат голоса ученых о важности музыки для интеллектуального, физического и душевного развития маленького человека. У него уже есть эстетические потребности, через которые крошечное сердце начинает просачиваться, чувство прекрасное. Теплая и радостная атмосфера в зале, все условия для комфортного размещения малышей и их мам, возможность шуметь, двигаться, общаться, получить интересную информацию о пользе искусства для ребенка. И это помимо самой музыки. Напомню, что это уже сегодня, в 16.30, в концертном зале «Верхний город». И теперь, наконец, я готова сказать доброе утро нашему телезрителю, который жаждет попасть на программу президентского оркестра в честь Владимира Высоцкого. Доброй ранец и доброе утро. К нам Виктор должен был дозвониться. Виктор, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро, Виктор. Ответьте, пожалуйста. У вас есть секрет, как у вас так получается дозваниваться первым? Чуть ли не каждое утро к нам эфир. Для наших телезрителей я поясню, что Виктор у нас постоянный телезритель, который постоянно дозванивается. Виктор. Это все зависит. Это все. Во всем виноваты вы. Во всем виновата я. Понятно. Виктор, давайте я повторю вопрос. В каком театре служил Владимир Высоцкий? На театре на Таганке. Да, правильно. Это театр на Таганке, которым руководил в то время Юрий Любимов. Да. А товарищами, Виктор, по сцене тогда были Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Инна Ульянова и многие другие наши любимые актеры. Виктор, я вас поздравляю. Ну, это невероятное просто везение и то, что вы, конечно, все так знаете. Спасибо вам огромное за участие. Собирайтесь на концерт уже сегодня вечером. А всем остальным телезрителям, как всегда, желаю отдыхать культурно вместе с нами. Спасибо. Спасибо большое, Наташа, за отличную программу. Мы уверены, что мы куда-нибудь дособеремся. Правда ведь? Обязательно. Продолжение следует...